Хорошо. Мой следующий вопрос. Как вы считаете, можно ли преподавать очарование женственности в школе? И как вы относитесь к раздельному обучению? Два вопроса. Да. Преподавать можно. Но, наверное, преподаваться в школе будет неправильно. Отметьте моё недоверие к школьной системе. Сейчас они преподают гендерную нейтральность, понимаете? Они всё подряд преподают. Наверное, я бы не доверила им. Но теоретически могут. А раздельное обучение... У нас есть учитель в Техасе, который хочет преподавать очарование женственности. Но это колледж. Она профессор в колледже. Это богословский колледж. Она спросила, можно ли преподавать со всеми библейскими цитатами. Я сказала, конечно. Потому что у неё все студенты христиане. А раздельное обучение? Оно явно поднимет интерес к противоположному полу. Да. Мама никогда не думала, что это лучший способ. С экономической точки зрения, не знаю, как это сработает. Мама всегда была за... Не знаю, как с этим в России, но она была очень впечатлена Австралией и Англией, потому что там есть униформа. Она говорила, что это улучшает поведение, когда одежда серьёзнее. Пыталась ввести это в наши школы, конечно, не сработало. Это мешает развиваться кликом, когда одни могут позволить себе одежду получше. И неаккуратная одежда, которую дети здесь носят, не знаю, как в России, здесь носят такое, и выглядят неряшливо, и из-за этого больше неряшливого поведения. Она никогда не говорила о разделении по полу. Не знаю, какие могли бы быть большие плюсы. Некоторые учёные сравнивают результаты и заключают, что для большинства учеников лучше учиться в раздельных школах. Но не для всех. Примерно две трети и одна треть. Думаю, семья должна быть главным местом обучения. Самые главные вещи в своей жизни я выучила дома. Не в школе. О духовности я в основном узнала дома и при самостоятельном изучении, не в церкви. Там я узнала кое-что, но не самое главное. Потому что обычно я не там находилась, а дома. Поэтому вот как я училась. Спрашивала маму, «А что вот об этом скажешь?» Папу, «А что вот о том?» А вот это правда? Я не спрашивала об этом в школе или церкви. Была застенчивой. Они могли сесть с тобой, уделить больше времени, чем в школе. Они заботились обо мне. Много учеников хотят, чтобы им уделили время. А дома заботятся конкретно о тебе. Говорят с тобой. Я спрашиваю, так как в России, например, есть несколько инициативных групп, которые хотят ввести официальный предмет на федеральном уровне. Предмет для улучшения семей. Увеличение количества семей. Под разными названиями, например, уроки семейного счастья. Иногда это связано с религией, иногда нет, так как это тонкий вопрос в России, несколько религий. Не верю в правительственную помощь и воспитание, потому что они не любят ваших детей. Не знают их и не любят. Людей изгоняют в большие группы, а люди все разные. Как феминистки говорят, «Все мужчины плохие» или «Мужчины говорят, все женщины плохие». В любой группе людей все люди разные. Евреи не одинаковы. Мусульмане не одинаковы. Все индивиды. Так что группировать всех, это как-то лениво, что ли. Конечно, легче сказать, «Думаю, все евреи, не знаю, что обычно про них говорят, плохие». Я не знаю плохих евреев, знаю только хороших. Я тоже. Не знаю ни одной группы, про которую можно было бы сказать, «Они все такие-то». И так же нельзя сказать про группу, что они все прекрасны. Все индивиды. Любая статистика всегда вызывает вопросы. Мы говорили до этого. Да хоть политические опросы. Если прыгать с самолета и шанс у парашюта 50%, а если самолет падает, то ситуация совсем иная. Или если бы это могло спасти чью-то жизнь, наверное, я бы рискнул. А если смотреть на статистику, когда открываете новый бизнес, шансы по статистике ужасные. По статистике это бессмысленно. Никто бы не открывал. Мне кажется, строить свою жизнь на статистике сложный путь. Мне бы не хотелось, чтобы правительство решало, как улучшить семью. Предпочитаю, чтобы с семьями общались напрямую, помогали им выстраивать семью. Лучше бы это было низовым движением, чем действиями правительства. Правительство не любит ваших детей. Они просто имя, номер, не дети. Если правительство будет говорить мне, что мой ребёнок должен делать или не делать, они же не знают моего ребёнка. Например, он художник, и ему нужна помощь в этом. А там скажут, тесты показывают, что не художник. Ну, тесты могут ошибаться. Так что с правительством это опасно. Вот об этом я говорила с немецкой подругой. Она говорит, там такой социализм, что к вам приходят люди и решают, действительно ли ребёнок болен настолько, чтобы пропустить школу. Не родители решают. Это опасно. Всё зависит от того, что за люди придут. У них не обязательно одинаковые нормативы. Всё зависит от того, кто конкретно придёт. Может, у них неприязнь к этим родителям, и они захотят вообще забрать детей. А другие им нравятся, поэтому к ним будет особый подход. Это опасный порядок, по-моему. Это умоление семьи. Мы считаем, что всё, что подрывает основной семейный союз, в долгосрочной перспективе нехорошо для цивилизации. Иногда правительство говорит, мы хотим помочь семьям, прорекламируем, поощрим семьи. Знаю, были проблемы в странах, где люди решили, что не хотят заводить детей. Правительство говорит, мы начнём поощрять рождение детей. Мне сложно принять, когда правительство пытается играть слишком большую роль в том, что люди делают или не делают. Я бы сказал, пусть у людей будет выбор. Мы немного ушли в политику. Вопрос был, мы за раздельное обучение или нет? Мы ответили на вопрос? Не совсем. В конечном счёте, думаю, самое важное происходит с детьми дома. Раздельное обучение будет их сильнее притягивать, думаю. Зависит от школы, как и другие вещи. Да. В определённом возрасте, я бы предпочла раздельную школу, так как думала, что мальчики отличаются. Прежде чем они начали мне нравиться, я думала, что они чудные. Чудные. Именно об этом я хотел сказать. Из моего личного опыта должен сказать, с учётом того, что случилось в будущем, когда мы повзрослели и переженились. совместная школа, как, например, моя, была в целом негативным опытом. Это одна из ключевых вещей. Я вспомнил имя Леонард Сакс, преподаватель из Канады, продвигающий раздельное обучение. Кажется, это будет очень дорого. Мне нравится, если дети учатся взаимодействовать между собой. Учатся правильно себя вести, уважать друг друга. Лучше, чтобы это происходило годами, чем когда они разделены и вдруг сталкиваются в мире. Я бы сказал, есть преимущество в том, что они учатся вместе. Но обучаются принципам, как взаимодействовать, уважать и заниматься абьюзом, чтобы они не чувствовали, что они должны находиться с противоположным полом. Не считали это слишком опасным. Иногда то, чего нельзя получить, выглядит ужасно привлекательно. Может, даже сильнее, чем следовало бы, не знаю. Некоторые преподаватели считают, что присутствие девочек среди тинейджеров рушит процесс обучения. Потому что мальчики определенного возраста просто не могут фокусироваться. А девочки склонны носить... Может, это и не политкорректно заметить. Склонны носить провокационную одежду, да. В то же время мальчики не могут фокусироваться. А девочкам это нравится. Это такое ежедневное развлечение. Это неправильно. Школа не должна позволять такое. Думаю, со мной согласятся. Если девочкам разрешают ходить в провокационной одежде в школе, то это плохая школа. В нашей школе были очень строгие правила. Хотя, по-моему, недостаточно строгие. И те родители, которые хотели более жестких правил, платили за частные школы. Но вы правы. Это естественно, что мужчина будет отвлекаться над женщинами в коротких шортах и топике в классе. У мальчиков есть тестостерон, а там еще и пубертат. Они мало чего могут с этим поделать. Это естественно, конечно. Девочки могут сильно отвлекать. Даже женщины могут. Да, нам ли не знать. К слову, вы могли бы представить себе книгу «Очарование мужественности»? На что она была бы похожа? Вообще, мой отец написал книгу под названием «Мужчина из стальи бархата» для мужчин. Продали примерно полмиллиона экземпляров. Мужчины не так много читают о самопомощи. Но успех был. Так что он написал. Ее тоже нужно обновлять, но пока этого не делали. Ее должен обновлять мужчина. Не я. Я не смогу. Я не мужчина. Ее писал мужчина, и обновить должен мужчина. Ее мама подтолкнула отца написать. Потому что женщины говорили, «Очарование женственности так нам помогает». А что насчет мужчин? И он решил написать книгу для мужчин. И назвал ее «Мужчина из стальи бархата». Потому что писатель Карл Сандберг говорил про Враам Линкольна, что он «мужчина из стальи бархата». Другими словами, в нем было много силы, но также нежности и чувствительности. И эта комбинация, возможно, давала идеального мужчину. Мужчину из стали, мужчину из бархата. Комбинация. Книга говорит об этой концепции. Возможно, вы про нее говорите. Книгу для мужчин. Такую, как мужчина из стальи бархата. Дженнифер, у тебя она есть? Да, есть. Вот она, Сергей. Можно купить на Амазоне. Не знаю, переведена ли она русский, но Сергей и так читает. Ее еще продают? Был французский перевод. Эту купила несколько месяцев назад. Да, продается. Интересно. Это все подержанные книги. Только подержанные. Ее не печатают. А вот очаровательная девушка. Это для молодых, не замужних. Да, для молодых, не замужних. Ее тоже переводят на русский? Да, Эксма ее тоже переводит. И книгу о детях для мам. Все о воспитании детей. Она есть у тебя? Я сама их отредактировала. Конечно. Вот книга Хелен. Все о воспитании детей. И вот классика «Очарование женственности». Как видите, это практически Библия для меня. Уже давно. Теперь потрясающая редакция «Очарование женственности». Это винтажная редакция от Дикси. С теми правками, которые мы обсуждали несколько сеансов назад. И книга, которую давно ждут. «Очарование женственности для женщины вечности». Когда она выходит? Знаю, знаю, ничего не могу поделать. Нечего показать. Редактируется. Редактируется и иллюстрируется. Наш сын Ричард очень дотошный. Каждое слово проверяет, каждую запятую. Я заканчивала колледж под специальностью «Английский язык». Я не настолько хороша, как он. Так что вот, чего мы ждем. Кажется, я пробовал найти книгу «Очаровательная девушка» на Амазоне. И, по-моему, ее там не было. По крайней мере, на американском сайте. Недоступно? Есть издательство «Авторхаус». Им все еще разрешено печатать. Мы можем остановить печать в ближайшем будущем. Уверены, что книги нет? Могу купить прямо сейчас. В твердом переплете за 12.49. Где? «Очаровательную девушку» могу купить новую за 19.95. Перепроверю. Интересно. Она будет на русском. Мы ждем информации от Эксмо. Они сказали, что пришлют обложку на согласование. Сказали, что уже перевели. Но обложки я не видела. Не знаю, на какой стадии сейчас. Должно быть уже скоро. Вижу мужчины из сталь и бархата. Они дорогие, потому что их мало. Это подержанные, потому что ее не печатают. Да, все подержанные. eBay? Сергей, если в России встретится женщина, которой нравится очарование женственности, нам нужна россиянка, говорящая по-английски, чтобы помочь с программой обучения в России. У нас есть Эксмо, но пока нет преподавателей. Постараюсь, но не знаю. Может быть, это больше говорит обо мне, чем о женщинах. Но не могу сказать, что хоть раз встречал такую женщину. И даже не слышал от таких. Встречал девушек, которые пытались. Кстати, чуть отступлю в сторону. Однажды, когда мой брак был на грани развала, моя жена, кажется, попыталась применять идеи, которые она вычислила лет за 5-6 до того. И мои впечатления были довольно неприятными. Это выглядело так... как сказать... искусственно. Как будто человек делает это под дулом пистолета. как будто кто-то приставил к её спине пистолет. И эмоции, которые у меня от этого были, от жалости до сочувствия и даже до отвращения. Я такое тоже видел. Когда человек подходит к этому как к технике, к технологии. Это должно быть настоящим. Должно быть настоящим. Некоторые жаловались, что книга манипулятивна. И ответ на это... Манипуляция зависит от мотива. Если мотив корыстный, получить то, что хочется, но чего не дают. Это манипуляция. Например, если цель добиться от мужа норковой шубы. Если цель — получить действительно счастливый романтический брак и таким образом помочь и мужу, тогда это просто хорошая психология. Работать нужно над собой. Работать нужно над собой. Я не удивлена. Постоянно говорю женщинам, вы не можете поменять его, менять нужно себя. Приходится повторять это снова и снова. Они говорят нечто вроде «Как сделать так, чтобы мой муж сделал то-то?» Это не техника. Это основано на принципах. И центральный принцип — мужчину, как и любого человека, включая своих детей, нужно принимать таким, какой он есть. То есть принимаете то, что есть. Это не значит, что вы всегда соглашаетесь с его поступками. У него могут быть плохие привычки. Но его нужно принимать, а не делать своим проектом. Не пытаться его менять. Менять можно себя. Людей можно принимать, быть толерантной. Например, он разбрасывает носки, но я не очень как повар. Очарование женственности — это про характер. Это основа. Да, это про характер. И умение работать над собой. И этим можно заниматься всё время. Никому не нравится быть чьим-то проектом. Мне не нравится, и вам, думаю, не нравится. Смотрите, кто-то мне звонит. Одна из наших преподавательниц. Можно подключить к нам. Это Кейлон из Канады. Кто это? Кейлон? Она консультант-советник, да? Да, она также спикер. Весьма очаровательная женщина, на самом деле. Подключите её? Конечно, если хотите. Что касается найти человека, попробую, но тут сложно обещать. Со временем всё выйдет на русском. Людям будет интересно. Это всемирная программа. Мы получаем ответы со всего мира. Африка, Азия, Европа. Вы сказали, что в России многие говорят по-английски? Я бы сказал, да. А то у нас нет пока преподавателя там. Вот в Саудовской Аравии только что одна присоединилась. Есть одна на Украине. В России пока не было. Нам нужна уверенная женщина с хорошим английским, чтобы мы могли коммуницировать. Была одна давно, ещё при жизни мамы, но где она сейчас, не знаю. Можно подумать, что церковь — хорошее место для поиска таких женщин. Но в сообществе Мактау в церкви, как сказать, разочаровались. Это не место для поиска хороших женщин. Потому что многие ходят туда по той же причине. Просто ещё одно место для поиска мужа, и всё. Они манипуляторы. Вот на чём основано воззрение Мактау, что женщины манипулируют. Некоторые — да, некоторые — нет, некоторые — что-то среднее. Но несправедливо сваливать всех в одну кучу, потому что они разные. Большинство женщин и все люди вообще хотят быть счастливыми, просто не знают, как этого достичь. И у некоторых дурной характер. Они эгоистичные, незрелые. В этом сложность. Как я понимаю, многие из них, большинство из них, делают это неумышленно, просто не знают других способов. Никто их не обучал. Я ранее говорил про свой ролик о приоритете мужа. Я там дал ссылку на выступление православного священника, который сказал то же самое, но жёстче. Священник сказал — да. И многие из тех, кто называют себя православными, не могут принять его послание. Говорят, вы неправильно интерпретируете Библию, вы неправы, и так далее. Просто не могут это принять. Просто не могут. Какая-то блокировка. И это посетители православных сайтов. Это не случайные люди, а люди из церкви. Но они не могут принять то, что говорит священник. Отрицают и всё. Да, это печально. Но, говорю из своего опыта, таких мужчин, как вы, многие хотели бы найти, похожих на вас. Здравствуйте. Добрый день. Добро пожаловать. Спасибо, что подключили. Привет. Мы в середине обсуждения с Сергеем, который нашёл нас, кажется, на прошлой неделе, может быть, дней пять назад. Всё случилось очень быстро. И мы обсуждаем очень серьёзные темы. Об очаровании женственности, о движении, движении за женственность. Сергей удивителен, задаёт отличные вопросы. Ты привнесёшь новые точки зрения на некоторые его вопросы. Продолжим с этим? Или есть другой план? Такая сессия получилась вне плана. Хорошо, продолжим. Согласна, Кейлон? Кстати, о серьёзных темах. Мы подошли к очень серьёзному вопросу. Я присылал ссылки для ознакомления с документальным фильмом «Красная таблетка», вышедшим в прошлом году, от режиссёра Кейси Джей. Ранее был документальный фильм «Корпорация развод». Кажется, годом ранее. Тема, о которых там говорится, если брать в целом, движение за права мужчин, за права отцов, что вы про всё это думаете? То есть, вы знаете, что означает «красная таблетка»? Вы смотрели видео «Красная таблетка», которое я присылала? Хотя бы часть? Да. Не знаю, кто будет говорить. Давай ты. Вопрос, что мы думаем об этих движениях? Больше интересно поговорить о показанных событиях, социальном устройстве, которое там показано. Как обстоят дела в целом. И как люди на это реагируют. «Очарование женственности» это позитивное движение. А там некоторые вещи почти как в феминизме. Эта группа произносится Мэк Тау. Любая группа, которая поддерживает статус жертвы, когда она так делает, то тем самым ставит людей в слабую позицию. дает ощущение бессилия, что нельзя ничего сделать. Сила там, а здесь жертвы. Когда вы в позитивной, более позитивной группе, которая учится и делает что-то позитивное, то это придает сил. Вот в чем проблема у некоторых там. «Очарование женственности» — позитивная группа. Группа за женственность. Она не жалуется на статус жертвы. Мы можем что-то сделать, вместо того, чтобы просто злиться. Мы не злимся все время. Я посмотрела большую часть красной таблетки и думаю, там много правдивых мыслей о проблемах мужчин. Я могу говорить только про американских мужчин, только про них знаю, про их проблемы в судебной системе. Мой муж... Мы оба были разведены, и у нас второй брак. Он прошел через ужасную разборку в суде со своей первой женой. Но я, в свою очередь, я уже рассказывала вам, Сергей, судебная система была очень несправедлива ко мне. Со мной творили всякое, чтобы забрать детей, хотя это я их обеспечивала. Но я посмотрела фильм, и некоторые мысли очень верны. Но проблема в целом, как сказала Дикси, только потому, что я женщина, и не такая же, как все женщины. Это просто не так. Так же, как и вы, не как все мужчины. Это просто несправедливо так говорить. И это неверный аргумент, слабый. Это так. Вы часто говорили в нашем интервью, некоторые воспринимают вот так, но я так не думаю. Все мужчины не одинаковы, все женщины не одинаковы. С каждым нужно разбираться отдельно, что и дольше, и сложнее. Но так устроена реальность. Что думаешь, Кейлон? О том тебе не дали сказать. Наверное, она не знает. Она знает про красную таблетку? Интересно. И про МакТау. Нет, не знаю. Но, как уже сказали, все мужчины не одинаковы, все женщины не одинаковы. Все различаются, все на своих позициях. Некоторые стоят на том, что... Скажем, некоторые мужчины считают себя добычей, такой жертвой ярлыков. Их смешивают в общую массу в судебной системе. Думаю, должна быть некая организация, которая помогает таким мужчинам, если они ни в чем не виновны. Такие, которые... Я хороший, я знаю, как заботиться о семье, о детях, я не такой. А также обучать тех, кто не знает, кто не очень хорошие. Обучать их, как стать лучше. Мы все способны поступать правильно, поступать хорошо. Вот так мне видится. А также, если говорить о судебной системе, в каждом суде свой судья. И судьи тоже разные. Одни будут предпочитать женщин, другие — мужчин. Все разные. Опять же, если мы говорим о статистике, у меня на интервью был адвокат, адвокат, который всю жизнь провел в судах. Он говорит, статистика репрезентативна. Равенства в суде нет, даже и близко. Что женщины обычно получают детей? Да, детей, собственность. Это в России или Америке? Где был такой опрос? В России? Это не опрос. Просто рассказ канадского адвоката из Ванкувера. У меня две дочери в разводе. И обе потеряли детей. У одной муж алкоголик, а детей присудили ему. Статистика в моей семье выглядит иначе. Я бы сказала, есть опасность для женщин. Наверное, мои девочки боролись недостаточно сильно, так что детей потеряли. И это было опустошительно для них. Адвокат был из Канады. Кейлон, ты в Канаде? Я в Канаде. И этим летом я тоже была в суде из-за дочери. У меня дочь восьми лет. И все годы я билась за то, чтобы отец участвовал в ее жизни. А он хочет, в общем, то прийти, то уйти. Я как могу, стараюсь говорить дочери о нем хорошо. Но в то же время я ее защитила, пошла в суд и добилась ее постоянного проживания со мной. И это случай, когда к мужчине есть претензии. Мужчине нужно быть ответственным за детей. И если это не так, то нужно предпринимать действия. Сергей, что движение говорит о... Очевидно, Мэк Тау хотят отвечать за семью. Там были те, кто говорил, «Мы хотим обеспечивать, но суды нам не дают». Или не позволяют присутствовать в жизни детей. Вообще, это было задолго до появления Мэк Тау. По-моему, Уоррен Фаррелл говорил об этом в своих книгах еще 30-40 лет назад. О проблемах с алиментами и в чем там причины. Это не секрет. Были научные исследования по этим темам. Например, хорошо известно, что мужчины платят хуже и меньше, если платежи форсируются третьей стороной, например, агентством. Это хорошо известно. И это очень легко исправить. Нужно просто дать мужчине это делать самостоятельно, а не заставлять его при помощи некой большой силы. После развода муж вообще ничего не платил, мне пришлось идти в суд, поскольку я растила троих детей на 18 тысяч долларов в год, что в Америке является уровнем бедности. Так что мне пришлось идти в суд, чтобы получить алименты, хоть и поныне я не получила все, что он задолжал. Но это не важно. Мы с ним теперь друзья, мы любим наших детей, мы их вырастили и совсем разобрались. И женщины тоже должны платить. Но это чисто политический вопрос. Очарование женственности обращено к людям, которые хотят сохранить брак. Тогда просто нет нужды в разводе и суде. Да, и у женщин ключ к этому. Да, я согласна с этим. Будучи теперь замужем, и смотря на мужа, он потрясающий. И он хочет и быть моим мужем, и отцом моей дочери. А он даже не ее биологический отец. Но когда смотришь на них вместе, у них одинаковые повадки. И когда я смотрю на него и вижу, какой он, то знаю, что, во-первых, Бог есть. Аминь. А во-вторых, хорошие мужчины есть. Да, и много. Но поскольку к ним не относились с таким почтением, какого они достойны, они отгораживаются такой защитной стеной. И нужна женщина, которая знает, как вызволить эту любовь и нежность в мужчине. Мы используем слово «вдохновить». Да. И в таком случае он открывается перед тобой. Да. Я хочу пояснить, почему я задаю следующий вопрос. Причина не в том, чтобы назначить женщин ответственными за такую ситуацию. И менее всего очарование женственности. Причина в том, что в наше время лучше разъяснять очаровательным женщинам, с чем сталкиваются хорошие мужчины. Где они видят риски. К сожалению, я не знаю, в чем причина этого, но, похоже, система организована так, что хорошие люди страдают, а плохие получают преимущество. В системе недостаточно сдержек и противовесов. Есть такая аналогия. По-моему, ее привел ютубер Стардаск. Хорошо известный человек. Вот какую аналогию он привел, чтобы проиллюстрировать согласие мужчины на брак сегодня. Вот такую. Представьте, что есть ошейник. Ошейник с бомбой. Есть кнопка-взрыватель. В общем, вступая в брак, по крайней мере, в западном мире, в англоязычных странах и не только, женщина руками правительства надевает этот ошейник на шею мужа и снять его тот не может и получает кнопку и носит ее всегда, так или иначе. На самом деле, там много кнопок, есть выбор, какой нажать. Она может сколько угодно говорить. Я не буду нажимать эти кнопки. Никогда-никогда. Чтобы не сдохнуть. Все равно, ошейник включен, кнопка активна, и в любое время, по любой причине, она может ее нажать. Вот так это выглядит. Может, это и некоторое преувеличение, но это дает картину, во что вступают мужчины, идя на брак. Это те, кто понимает, во что вступает. Те, кто не понимают, те просто романтики, не видят картины. Так что, мне кажется, если хотите, чтобы мужчина вступил в такое, то, во-первых, нужно понимать это, какое решение он вынужден принять. Оно весьма неприятное. И вообще говоря, перед развитой женщиной, это поднимает вопрос. А хорошо ли это делать так с человеком, которого я якобы люблю? Хорошо ли надевать ошейник с бомбой? Категорически нет. Но, в общем, так работает брак сегодня. Может, в России еще пока не совсем так, но над этим точно работают. Так что, будет так же через несколько лет. Я вообще этого не понимаю. Получается, у женщин вся власть, а я знаю множество женщин, которые скажут, это скорее верно для мужчин, у мужчин вся власть, потому что она беременеет, она уязвима, он может уйти, а у нее ребенок, и ей с этим разбираться. Я никогда такого не слышала, и мне плохо от того, что кто-то из мужчин чувствует такое. Могу представить, что женщина скажет то же самое про мужчин, и тоже вешает ошейник. На самом деле, у обоих есть ответственность найти путь взаимодействия вместо выяснения, чей ошейник на ком. Я от многих женщин слышал, женщинам гораздо сложнее в отношениях, потому что мы беременеем. У него вся власть и управление. Так что вместо выяснения, чей ошейник на ком, лучше смотреть на принципы того, как сделать отношения наилучшими. Не выяснять, у кого больше власти, кто кому навредит. Это значит вступать в отношения, ожидая проблем, а не думая, что и как построить. Не понимаю, зачем мужчине, который так думает о браке, вступать в брак? Я тоже. Или вообще будет рядом с женщиной? Я именно об этом. И многие другие говорят о том же. У мужчин есть половое влечение, и обычно это означает женщин. То есть Мэгтау хотят жить без женщин? Не то чтобы хотят. Думаю, многие просто чувствуют, что вынуждены. Есть несколько типов. Во-первых, есть те, кого называют робосексуалы. Те, кто ждет, и им нравятся идеи искусственных женщин. И они уже появляются. Я не выношу суждений сейчас, просто называю один из выходов. Это же только секс. Есть те, кого называют Мэгтау монахи. Они уходят вообще. Да. Опасность, по крайней мере, они воспринимают так. Опасность настолько большая, что они говорят, «Так, с этим покончено». Что печально, что они отчаялись получить нечто совершенно удивительное. Они сдались. Но на самом деле, это все еще реально. Это возможно, они просто сдались. Это печально. Роботы никогда не дадут отношений. Будет только физическое. Ни ребенка, ни семьи. Они никогда не поймут вас, не будут симпатизировать, поддерживать ваши мечты. Они ничего этого не могут. Они не могут принять вас такими, как есть, потому что им все равно. Они просто неодушевленные предметы. И даже если научить их говорить, они не могут любить. Но так и происходит в большинстве браков. Просто отмечу. В браках? Боже мой. В этом смысле разница небольшая. Вообще, робот может быть даже выше среднего в этом смысле. Есть ведь браки, как у меня. Как у Дженни. Как у моих сестер. У моих родителей. Они еще живы. Мои сестры и жена брата. Мы каждый год ездим в мой родной город, Санта-Барбара в Калифорнии. У нас встреча сестер. Мы даже не задумывались об этом, пока одна из подруг не сказала, «Вы все замужем за тем, за кого вышли еще давно?» «Да». «Вы все друзья?» «Да». И я подумала, если бы часть из нас была замужем по несколько раз, возможно, вся динамика могла бы быть иной. Но нам всем повезло, что мы выросли в очаровании женственности. И также повезло, что нас ввлекло к хорошим мужчинам. Не к идеальным. Они просто хорошие. Так что мы очень близки. Мы в близких отношениях. Каждый год ездим. Только сестры. Мы разговариваем. О детях в том числе. Мы в пятером вырастили 45 детей. В пятером. Одна — это жена брата. И решили, что достойно отдохнуть. И там весело. Но у нас никогда не звучит истории о плохих мужьях, о разводе, об абьюзе. Мы никогда не говорим о том, какие мужчины ужасные. А говорим о том, как скучаем по мужьям, пока мы там. Это реально. Это существует. Если говорят, у большинства такого нет, то, знаете, пора это изменить. Мы от этого устали. Это движение за женственность, которое мы начали, которое мама начала, а мы продолжили. Хотим, чтобы оно пошло по миру. И я точно знаю, как и ты, Дженни, что есть множество женщин, которые этого хотят, но не знают, как этого достичь. Они так несчастны, как и мужчины. Такие женщины не думают, что с их стороны всё хорошо. Женщины, которые выглядят эгоистично, они тоже несчастны. Потому что эгоизм не компенсирует отсутствие счастья. К слову, это ещё один христианский принцип. Возможно, и мусульманский тоже, просто я об этом ничего не знаю. Он в книге есть, как и Бог. Только без христианской специфики. Вот и всё. Я понимаю. Но вы также должны понимать, что вам повезло, и что вас мало. Не настолько мало, как вы думаете. Может, у вас, в России? Может, Дикси потому и интерес, что в России с этим проблема? Российские женщины устали от этого. Вот что нам сказали в российском издательстве. «Устали и хотят традиционного брака». Это знак. Большое издательство говорит, «О, да тут большой интерес к теме. Они к нам пришли, не мы к ним. И они первые в мире. В США к нам не приходят за этим. На самом деле, у нас проблемы с издательством в Нью-Йорке. Но оно ещё со времён моей мамы, эта длинная история. Но российское издательство само пришло. И это говорит о многом. Есть шанс помочь бракам. Всё-таки для очаровательной женщины, или, по крайней мере, очаровательной девушки, было бы полезным посмотреть фильм «Красная таблетка» и посмотреть на мир глазами среднего мужчины. Или даже выше среднего, так как они страдают больше всех. Очарование женственности научит женщин, как понимать мужчин, как поддерживать мужчин, помогать им вдохновение, вдохновлять мужественность, верить в мечты, как симпатизировать их волнению, проблемам, быть признательными за мужественность. Вот чему мы учим. Мужчинам обычно нравится очарование женственности, поскольку оно поддерживает мужчин. Да, потому оно и выглядит так привлекательно. Слышал, мужчина сказал, «Моя жена что-то прочитала, не знаю, что это было, но мне нравится. Что бы это ни было, продолжайте». Можно сказать, что вы за традиционную семью? Да. Тогда как вы её определяете? Потому что существует множество определений. Люди живут в разных ситуациях, и мы понимаем, что не всегда всё идеально. Но если говорить про идеал, мужчина и женщина в браке, их семья, могут ли они иметь детей или нет, или дети выросли. Так что муж и жена в своём доме растят детей, либо уже вырастили, и уже есть внуки, или только поженились, детей пока нет. Вот такая традиционная семья. Я видел интересное Гарвардское исследование, можете найти в Гугле. 75-летние исследования хотели найти, что приводит людей к счастью. Смотрели на известность, достаток, успех в бизнесе, разные факторы. И пришли к одному заключению. Кажется, у меня есть текст, нашёл недавно. Так вот, из этого 75-летнего исследования в Гарварде ясно видно, хорошие отношения приносят счастье и здоровье. В общем, они нашли, что качество отношений, которые есть у людей в жизни, думаю, в основном, они имеют в виду личные отношения, определяет, насколько они счастливы в целом. То есть, ни богатство, ни слава, ни должность, ни образование и тому подобное. Качество отношений. И это больше всего влияет на счастье в целом. Основное — отношения с супругом. Потому что они самые личные. Не друзья. Друзья хорошо, прочие члены семьи хорошо. Это благодаря интимности, потому что это очень важная часть хороших отношений. Моя семья знает меня. Я выросла со своими родителями. Но они не знают моей личной грани, которой я повернута только к нему. И я не знаю личной грани своих детей, чем они повернуты к своим супругам. Это очень личные, интимные. И это самые лучшие. Серединка арбуза. Самые лучшие. И поэтому она уже умерла, Элизабет Тейлор. Она выходила замуж восемь раз. Так как все еще верила. Надеялась, что это возможно, получить такое. Вот на что она надеялась. Кто-то удивляется, зачем она продолжала выходить замуж. Потому что надеялась, что случится то, о чем она мечтала. Кажется, я видел лекцию Тед на похожую тему. Длинные исследования о том, что есть общего у всех долгожителей, кому больше 100 лет. Там было 11-12 пунктов, и отношения были одним из ключевых. Может, вам, Сергей, это не понравится, но скажу, пожалуйста, не сдавайтесь. Потому что это возможно. И мы изо всех сил стараемся сделать это еще более возможным, чем было. Моя ситуация в этом аспекте сложная. Я особо не верю в такую возможность. Я знаю свои шансы. Четко знаю. Я храню толику надежды, но и только. Этого достаточно. Немного надежды. Я живу с сыном. Сколько ему? 16. Мужчины иногда принимают чужих детей. У женщин с этим гораздо хуже. У меня двое приемных детей. Так что я особо и не думаю в этом ключе. Это зависит от конкретной женщины. У меня двое приемных сыновей. И к нам они пришли жить именно потому, что Джефф женился на мне. И тогда у него получился очень стабильный дом для его мальчишек. Он пообщался со своей бывшей, и они решили, что мальчики будут жить с Джеффом. Потому что мальчикам в таком возрасте, им было 12 и 14, очень важно быть с отцом. И они пришли к нам жить именно потому... Вы говорите в таких черно-белых терминах, которые далеко не ко всему подходят. Не ко всем. Я люблю своих приемных сыновей. Я стала для них такой хорошей приемной матерью. Моя дочь вышла замуж повторно. И она потрясающая мать своему приемному сыну. Любит его. Кейлон, ее муж, вы слышали, воспитывает дочь как свою. Мой отец вырастил двух старших дочерей от ее первого брака. Он удочерил их. Растил как своих. Должен убежать. Пока. Доктору, пора убегать. Пора убегать. Я хотел сказать, что мать сына, в общем, в порядке. Нормальный человек. Так что было бы немудро с моей стороны ставить его в такую конфликтную ситуацию. Потому что, опять же, плюсы не перевешивают минусы. Когда он вырастет, станет взрослым, вы бы стали ходить на свидания, очевидно, с правильной женщиной? На свидания я и так хожу. Я из МакТау, которые общаются с женщинами. Но вы не показываете их сыну? Никогда. Он не знает ее или их имена, есть ли они вообще, ничего. Ноль. Что вы рассказываете сыну, если готовы поделиться? Что вы ему рассказываете о женщинах? В общем... Я, собственно, перевел фильм «Красная таблетка» на русский. Получил на это разрешение автора. И сын помогал с этим, по технической части. Так что он знает. И не показываю ему все в черном цвете. Рассказываю все тоже. Что это очень рискованная среда, ставки велики, риски высоки. Но у тебя есть такие, такие и такие варианты. Просто взвешивай все очень тщательно, очень критично. И он понимает все это. В новой книге есть глава. Мы уже говорили о зарубежных женщинах, о отношениях с ними. Если выстраивать отношения в правильном порядке, то и до брака станет ясно, когда это не очень хорошая идея. Больше шансов понять, что пора сворачивать отношения, чем если жениться, и потом, упс, вы сделали большую ошибку. Потому что иначе не узнаете их на глубоком личном уровне. Нужно вернуть ухаживание. Да. Узнавать человека, его сердце. Узнать, эгоистично ли женщина, это можно и до брака. Кто-то из мужчин и женщин лучше с этим справляется, кто-то хуже. Но в общем случае, если выстраивать отношения по порядку, интеллектуально, потом эмоционально, потом духовно, а многие люди все это вообще отбрасывают, а потом прыгают в физическое, еще до того, как действительно узнали человека. А потом начинается эта химия. Окситоцин, привязанность. Вы думаете, я влюблен, а на построение фундамента вообще времени не потратили. Человек не знает вашей души. Вот чего вы хотите. Что вам нужно. Это самый безопасный путь, с наименьшим риском. Возможно, это только мое мнение, еще какого-то меньшинства. Я начал ценить дистанцию, некоторую дистанцию между людьми. Я знаю многих, кто выжидает, прежде чем встречаться, когда у людей есть дети. В очаровании женственности мы называем это защитной стеной. Она есть у большинства мужчин. У одних толще, у других тоньше. У нас с Бобом, а он даже не был женат раньше, у нас это заняло пять лет. Тогда он стал мне глубоко доверять. Он не открылся настолько до брака, но открылся достаточно, чтобы я узнала его как личность. Иногда люди меняются после женитьбы. Начинают употреблять наркотики или пить. Сто процентной гарантии не бывает. Но вы сказали, что риски высоки. И также велика награда. Невероятно велика. Нет ничего сравнимого. И сказать, что шансов нет, это ведь тоже неправда. И сдаться из-за этого. Ведь это было на моих глазах. Тысячи и тысячи раз. Не просто отдельные случаи там и тут. А я живу в этом. И знаю многих, кто живет в этом. Каждый из нас знает хотя бы одного человека, выигравшего лотерею. Но все-таки мы обычно ходим на работу. Я работал над этим, чтобы выиграть в этой лотерею. Над этим нужно работать, нужно помочь себе. Это не удача, этому нужно посвятиться. Сергей, вам нужна развитая женщина. Во-первых. Да, такой у него нет. Такой нет. Никогда не встречал. Я не уверен, что хочу этого теперь. Одна из причин, стоит упомянуть. Я вырос приемным отцом. Можно уверенно сказать, моя семья была весьма дисфункциональной. И в этом одна из причин, почему я вообще не верю в приемное родительство. Не думаю, что это хорошая идея. Это штука для избранного меньшинства, особенных людей. В смысле, выросли в повторном браке или взятый с детдома? В каком смысле приемный? Возможно, не точно выразился. Человек, который женился на моей матери после ее развода. То есть отчим. Да, так. Такие родители иногда потрясающие, а иногда очень злые. Я бы сказал, обычно ничего хорошего не получается. В лучшем случае нейтрально. У меня несколько друзей, которые выросли примерно в такой же системе. В лучшем случае все нейтрально. Тот мир, в котором вы живете, состоит из знакомых людей. Но это не вся планета. Конечно. В том мире, в котором живу я, все далеко не так мрачно. Мой мир тоже совсем не такой. И мой мир также включает работу моего мужа, где много дисфункциональных семей. Но они не большинство, а меньшинство. Я верю, и может, вы скажете, что я сумасшедшая. Я верю, что большинство людей хочет поступать правильно. Может, они не знают, как это делать, но в общем хотят быть хорошими, не хотят быть плохими. Я согласен, да. Я согласна. В идеале, вас должны были растить вместе папа и мама. Абсолютно. Приемные родители — это хуже. С этим я согласна. И понимаю, что условия у вас были не идеальными. Идея в том, что люди, которые выросли примерно в моих условиях, обычно выбирают себе отцовские фигуры. То есть встречаешь кого-то, кто по возрасту примерно годится в отцы, и если человек к тебе расположен, то ты, можно сказать, прилипаешь. Возможно, даже сильнее, чем следовало бы. И таких несколько. Всю мою жизнь можно проследить так, в такой период. Вот он был фигурой отца, другой момент тот, следующий этот. У меня их было несколько. И сейчас они у меня есть. Несколько. Некоторые из них прошли через развод. И, конечно, мы это обсуждали. И я спрашивал, и мы обсуждали также после моего развода. Я не думаю, по-моему, только один из них, из пяти-шести, сказал, «Сделай паузу, потом можешь попробовать снова». Очень осторожно. Остальные сказали, «Лучше не стоит». И они описывали свою жизнь, как она прошла. Пять-шесть жизненных историй я знаю очень подробно. «Так, мне нужен зарядник». Сергей, знаете, сама ваша жизнь и есть причина для очарования женственности. Не знаю, что случилось с вашим отцом, но это не принципиально. Но мы полностью за семью, которая растит детей в балансе мужского и женского в брачных отношениях. Похоже, всё ваше детство и всё, что происходит сейчас, и есть обоснования для очарования женственности. Это аргумент в пользу очарования женственности, в пользу его важности. Да, согласен. Батарейка? Да, я была отключена. Не думала, что будет так долго. Всё нормально. Я говорил о том, что получил совет от людей, которым очень доверяю. Так что вот из такого общения отец-сын они склоняются к тому, чтобы держаться на расстоянии. Оно того не стоит. Риски слишком велики. Подумайте вот о чём, Сергей. Мы с Бобом иногда так рассуждаем. Если все будут так делать, что будет в мире? Если бы все были честными, как поменялся бы мир? Он бы сильно изменился, не так ли? Если бы все были любезны друг к другу, как бы поменялся мир? Если бы все стали гомосексуалистами, как бы поменялся мир? Это не очень на пользу цивилизации. Приведу пример, почему такая проверка не работает. Предположим, что все стали женщинами. Это не сработает. И аналогично с мужчинами. Если все стали мужчинами, то цивилизации нет. Так что нужны оба пола. Так что вот пример, что такая логика не всегда работает. Нет, логика в том, что люди делают что-то. Например, все думают, что противоположный пол не нужен. Или брак. Или семья. Что бы случилось с миром? Не очень хорошо бы было. Не сработает. Потому что Сергей вырос в такой семье, в расщепленной. И не знаю, думаю, вся ваша жизнь как раз довод в пользу очарования женственности, аргумент в пользу того, почему она так важна. Я согласен. Абсолютно. Если любая группа людей как бы сдаётся, это трагично. Потому что мы видим цветущие браки. Растущие. Набирающие силу. Романтические. И люди постоянно нам пишут, что их брак полностью преобразился. И мужчины счастливы. Это не только про женское счастье. Мужчины счастливы. Конечно. Это и про мужское счастье, и про женское. Одна женщина написала, «Наш брак так изменился, муж был против моего преподавания очарования женственности. А наш брак так изменился, что теперь он поддерживает меня в преподавании. Хочет, чтобы я обучала других. Помогла им. Потому что так всё изменилось». Так что если говорить, «Ну, в моём мире это крайне рискованное поведение, так что не стоит так делать», я говорю, «Нет, не сдавайтесь. Может, это и трудно, но не безнадёжно». Точно не безнадёжно. Насчёт сдаться, на самом деле всё почти наоборот. Если я не делаю сознательного усилия, то я вижу это в себе. Меня клонит к обычному поведению. Обычное — это свидание, романтика и прочее. Так что приходится контролировать себя сознательно, постоянно наблюдать за собой. это защитная стена. Стена. Приходится прикладывать усилия, чтобы поддерживать дистанцию. Все хотят безопасности, хотят ощущать её. И мужчины, и женщины. Мы строим стены. Да, строим. Если у нас был печальный опыт. Но принимать такое решение, что из-за этого не стоит ввязываться, что женщины вот такие, что если с ними свяжешься, то жизнь будет разрушена навсегда. Например, я встречала мужчин у нас, которые говорят, «Я нигде не могу найти женственную женщину, нигде вокруг». Они едут в Южную Америку, в Азию, потому что женщины там более женственны. Потому что феминизм был там не так долго, и они находят более традиционных женщин. Так что едут в другие страны, но, по крайней мере, не сдались. Я иногда слышу похожие про российских женщин, и это опровергнуто на YouTube многократно. Людьми, которые реально женились на таких женщинах. Из Азии, из России. Не знаю, о чём вы говорите, потому что знаю людей, которые так сделали. Не знаю, откуда такая статистика. Это скорее истории, чем статистика. Когда видишь человека на YouTube, это не статистика. Просто собираешь истории. То есть вы, Сергей, говорите, что из вашего опыта в России мало женственных женщин, так? Вообще, это зависит от того, что считать женственностью. Если в смысле очарования женственности, то точно мало. У женственности только одно определение. Нет, не совсем так. Ну, тут как посмотреть. Смотря кто вы внутри. Поэтому у нас и есть эта программа и движение. Мы хотим это поменять. Это огромная задача, я это понимаю. Но меня так волнует положение дел в мире. И мама волновала. Но сейчас дела хуже, чем были при ней. Поэтому она и попросила меня написать новую книгу и отредактировать ее книгу. Она говорила, мы не можем терять людей только из-за того, что в книге есть устаревшие, как, например, про брюки. Сергей, каково ваше определение женственности? Что такое женственная женщина для вас? Про это у меня был запланирован вопрос. Обычно я обращаюсь к Карлу Густаву Юнгу и его спектру аниме. Он упоминал шесть основных архетипов. И каждый из них может работать в светлом и темном аспектах. Так что архетип может быть женским, но при этом быть темным. Например, жена в сериале «Карточный домик». Вы смотрите это? Конечно, это один из любимых. И оттуда вы взяли определение женственности? Нет, нет. Это только пример. Обычно я классифицирую. Вы говорите про Клэр Андервуд? Да. Так в чем определение женственности? Когда видите женщину, что такое женственная? Думаю, мне нужно было бы увидеть ее в действии, так или иначе. Однажды я увидел необыкновенную девушку. Дело было на спортивном событии. И я сразу распознал в ней Артемиду. Кого? Артемиду. Возможно, не так произношу. Артемида. Артемида. Богиня-охотница. Она же Диана. Да, я поняла. Артемида. В общем, она была женственна в таком аспекте. Я увидел это в ней, она была женственна. Интересно. Я увидел в ней этот архетип в конкретный момент времени. Это была светлая Артемида. В течение двух часов. Клэр Андервуд очень опасная хищница. Она выглядит женственной. Она Гера. И очень продвинутая Гера. Как в светлом, так и в темном аспектах. В ней есть и другие архетипы. Этот персонаж, Клэр Андервуд, она очень несчастная женщина. Несчастная. Очень несчастная. Были и разводы, иногда её показывали рыдающие. Клэр Андервуд усвоила некоторые аспекты женской силы и манипулировала ей в тёмных целях. Она пользуется соблазнением. И в смысле власти, и в смысле секса, деньги, власть и так далее. Я согласен. Но всё-таки это один из примеров, где видно женственность. Просто пример. Абсолютно не согласна. Очень поверхностная. В очаровании женственности Женственность — это не соблазняющие хищницы. Нет. Это криминал. Просто зло. Преступники. Так же, как иногда феминистки говорят про токсичную мужественность. Это не мужественность, это просто плохое поведение. И не важно, мужчина это или женщина. Они делают вид, что это только мужчины. Это не мужественность, а просто плохое поведение. Злое, плохое, прогнившее, называйте как угодно. Плохое. И Клэр Андервуд — сломанный, прогнивший человек. Называете её женственной? Она выглядит женственной снаружи. Но на самом деле она монстр. От неё мурашек больше, чем даже от Фрэнка. Когда в заключении она смотрит в камеру и говорит «Моя очередь?» «Да». Теперь, мол, «Я управляю». «Да ладно». «Это просто жутко». «Нам стоит провести семинар о женственности». «Вы считаете это женственным?» «Я просто хочу понять». Это только один аспект. Обычно я описываю это как спектр. Конечно. Любую женщину, реальную или воображаемую, как Клэр, можно пропустить через призму и увидеть, из чего она состоит. Как минимум по шести главным архетипам. И каждый в светлом или тёмном аспектах. Насколько они сильны в данной конкретной женщине? Что-то вроде анализа. А что вы думаете о природе женственности? Да. А что вы думаете о природе женственности? Так. Как начинаю делать? Ну вот. КОНЕЦ. Продолжение следует...